О, здорово Владос. Ну, ты снова к нам в Капотне. Давай пробежимся с тобой. Покажу, что у нас сегодня на стоянке, какие машины в рим-зоне. Сделаем краткий обзорчик с тобой. Так, ну вот, наши постоянные автомобили в ремонте. Hyundai Grand Starks. Это уже автомобиль у нас стоит, прогревается после сборки. На нем менялась полностью в сборе головка. Головка была с микротрещинами, повторной установке не подлежала. Сейчас вот прогреваем и сегодня уже отдаем клиенту. Так, вот здесь у нас с тобой еще, смотри, какой автомобиль. Тоже Grand Starks. Но здесь немножко по другой причине. Это пришел в кузовной ремонт. Здесь, как видно, был уже небольшой удар. Поставили уже новые фары. Сейчас у нас бампер в покраске. И после этого еще будет ремонт крыла, чтобы все это подогнать. Тут, здесь уже, видишь, народные умельцы. Такой. Произвели ремонт своими силами. Так что, сделаем из него опять симпатичный автомобиль. Так, ну, здесь по стоянке, смотри, что есть. Это у нас старенький Спортаж. Пока он у нас еще в записи на диагностику. Течь топлива. Пригнали его без записи. Попросили разобраться. Вот, ну, пока ожидает заезда. Да, дизелюга. Давай откроем капот. Покажем. Да. Д4Я. Двухлитровый старый ременной А. А, здесь, подожди. Здесь электро этот... Не, не откроется. Не, не откроется. Да, чтобы не заблокировалось потом, а то мы намучились. Так, это у нас Kia Sorento XM. Ну, здесь стандартно. 2,4... Нет, нет. 2,4 КЕ. Уявительная корейская машина. Да. Большой тяжелый посудор. Да, на бензиновом 2,4 ряднике. Какой же бедовашка. А, вот, собственно, стандарт. Все, что осталось тут у него под капотом. Движок уже разобранный. Там проворот шатуных вкладышей. Сейчас двигатель пока у нас на ремонте. В принципе, стандартная история для этих автомобилей. Ну, а так в остальном... Ну, в принципе, да. Ты знаешь, как бы 2,4 только... Что у них проблема? Ну, вот, поршневая достаточно крепкая. Да, это не двушки. А вот масляный насос штатный с балансоволами является проблемой для этих движков. Поэтому они... Основная причина ремонта двигателя, это вот износ вкладышей ввиду масляного голодания, которое вызвано именно дефектом работать со временем масляного насоса. Вот, собственно, его брат-близнец. А тоже 2,4 каешка с такой же проблемой. Так, здесь у нас тоже Соренто, Белька, Мамонт, да. Здесь, ну, скажем так, автомобиль нам пригнали в крайне плохом состоянии. Автомобиль еле-еле заводится. Посторонние звуки от мотора, плюс явно некорректная работа топливной системы. Также пригнали без записи, оставили, я так понимаю, даже достался он в наследство от кого-то и попросили привести его в чувство. Ну, вот на следующей неделе будем загонять. Сейчас как раз вот после выходных он в записи у нас стоит. Потому что с этим автомобилем и даже вот просто беглый осмотр мы понимаем, что мы тут, наверное, с ним надолго подружимся. Мы недавно снимали с Толяном, с Анатолием Васильевичем программу про его Соренто. Он делал ты о себе. Вроде как хотел заменить по мелочи там то-то, пару саленблоков, что-то, а и интеркулеры. А на самом деле оказалось, что вроде как у Анатолия машина в хорошем состоянии, ухоженная. Он постоянно за ней бдит. Залез он, сразу нашел кардан, рулевую рейку, подшипник и шаровая опора. И саленблоки на передних рычагах. Хотя вроде ничего не предвещало. Я просто к чему клоню, что вот некоторые люди, да, пойду я куплю на вторичном рынке Соренто БЛ. Вроде как хорошая, надежная машина, да? Ну, слушай, здесь надо понимать. Все-таки это автомобили середины, там, конца 2000-х годов. Это все автомобили уже возрастные. Да, не спорю, автомобиль изначально с хорошим запасом прочности был. Разработан, сделан. И когда эти автомобили только выходили с конвейера, первые владельцы, мне кажется, были очень довольны этими автомобилями. Но время идет. Даже их запаса прочности не хватает, чтобы вот по сей день обладать этими автомобилями, уже там, понятно, из вторых-третьих рук купленными, и не вкладываться. Когда, условно, если ты хочешь купить этот автомобиль на вторичном рынке, надо понимать, что, ну, надо будет буквально сразу уже вкладываться в восстановление, там, этого автомобиля. Потому что, ну, сейчас еще и рынок у нас такой, что в хорошем, прям, живом состоянии эти автомобили тебе не продадут. Если ты его покупаешь, по-любому, там есть какие-то подводные камни. И уж, и брать его, во-первых, не рекомендую без предварительного осмотра в сервисе, это 100%. Потому что нужно проверить и состояние ходовой, и тормозной части. Особенному вниманию уделить, если это дизель, в 90% случаев работы топливной системы. Да и дать ее в руки моториста, чтобы хотя бы он проверил, ну, хотя бы послушал, как работает двигатель. Потому что ресурс-то у них, хоть и достаточно большой, но он также ограничен. А те машины, которые приезжают обычно к нам, но это с пробегами уже, там, больше 300-400 тысяч, как минимум, а то и больше. Понятно, что они не могут быть в идеальном состоянии. Да и никто бы их не продал, если бы они были прям идеальны. Ездили бы и ездили. Так что с этим надо аккуратно. Ну и автомобиль сложный. Это Nikkei Arillo, поэтому надо... Да, он... Привод, раздатка, карданы, рычаги... Ну, это полноценный внедорожник, рамный, да, с полноценным полным приводом. Так что даже банально в каком-то гаражном сервисе тебе не смогут его полноценно продиагностировать и рассказать все его болячки, если они и есть. Посмотрите бегло, ходовую, тормозную, скажут, ну, в принципе, ничего. А потом при эксплуатации ты столкнешься с то, что у тебя, да, тут раздатка некорректно работает, там, что-то она не тянет, там, дымит и так далее, и так далее. И потом уже ищут какой-то специализированный сервис, приезжают в том числе и к нам. Так, ну, давай дальше. Здесь у нас интересный тоже такой... Сирата-купе. Сирата-купе, да, да, вообще нечастый гость, на самом деле. Вот приехал старенький, но очень симпатичный, бодрый автомобиль по сей день, на самом деле. Ну, здесь у нас сейчас переборка коробки, коробка-механика. О, механика. Да, ну, ты знаешь, брали ее явно под задачу именно такой очень бодро поездить. Ну, а учитывая, что годик-то у нее тоже уже... Да, она, скажем так, далеко не молода. Ну, и, наверное... А, двушка, да? Да, двушка на механике, достаточно редкая комплектация. И, ну, я так предполагаю, что ездили на ней очень бодро, зажигали. Ну, коробка, к сожалению, да, там загудели подшипники. И сейчас вот перебираем. Перебираем. Дядя Сережа почините. Да, дядя Сережа справится. Так, здесь вот с Марией тоже уже не такой частый гость. Вообще редкий. Вообще редкий, да. Первое поколение Старексов. Но уже с двигателем D4CB. То есть это еще уже не ременной здесь стоит. Проблема здесь по топливке. Машина долго заводится, форсунки сливают в обратку. Поэтому сейчас форсунки демонтированы, ТНВД демонтировано. Отдаем их на проверку. Посмотрим, можно ли их оживить или уже лучше все-таки воспользоваться и восстановить новые. Так, еще один Старекс симпатичный. Так, давай, давай откроем капот. Да, что мы с тобой видим? Двигателя здесь нет. Страшно представить, что с ним случилось. Ну, движок сейчас у нас на разборке. Движок, в принципе, стандартно, блин. На масляном голодании стуканул. Сейчас вот разбираем, смотрим, что от него осталось. Ну, здесь двушка бензин. Так, здесь Санта-Фе. Да, да, это евро шестой уже. Ремонт, да, ремонт движка, ремонт турбины. Причем даже столкнулись с тем, что там новые турбины стоят каких-то космических денег. Отдали, значит, ее в ремонт. По ремонту, вот просто так, навскидку. Как ты думаешь, сколько обходится сейчас ремонт турбины? На евро шестой. Вот этот D4H. А вот не угадал. Ну, почти близко. Где-то в районе 75. Это все дело обойдется. И самое смешное, что расходных материалов нет. Можно было раньше купить за эти деньги новые турбины. Да, а сейчас просто ремонт обходится где-то вот 60+. И то уже, сейчас скажу, почти две недели ожидания запчастей для того, чтобы ее отремонтировать. И еще не факт, что в России, в РФ, нету расходников для ремонта этих турбин. Заказаны в Европе. И вот ждем. Ну, надеемся, сейчас еще через недельку детали придут. Хотите ставьте китайский аналог, да? А самое смешное, нету пока. Нету, да, совсем свежие. Даже, как бы, человек готов был и на аналог пойти, но нету. Это без мотора, так понимаю? Да, собственно, здесь у нас с тобой вот две машины стоят тоже как близнецы. Это ремонт моторов. Один и на другой Каджей. Стандартные тоже, да. Ну, и здесь, собственно, тоже ряд, которые уже особо тут интересного ничего тебе не расскажешь. Можем пробежаться по Римзоне. Так. Это у нас Соренто с тобой. Соренто, 22-й год. Человек приехал к нам, да, он Леха занимается. Здесь профилактика. Человек, да, видишь, какая, видишь, ну, это пленочка, да. Человек, видишь, вот смотри, вот здесь вот прям видно хорошо, вот вижу, да. Затянув пленку, красивый, да, такой черный матовый. Человек приехал к нам сделать профилактические работы по лицевой части полного привода. Машина стояла зимой практически без выезда, поэтому делаем профилактику по торможам, уже немножко подзакислили, забилось грязью. Делаем профилактику болтов скот развала и больше нам работать с этим автомобилем действием. Абсолютно новый автомобиль. Человек приехал просто устранить типовые болячки и сделать профилактику типовую. Так, ну, а что тебе еще показать? Пороги приехали? Нет, это у нас с тобой не на кузов, она здесь на слесарке, я уже не понимаю, машина здесь. У нас вот, что здесь с тобой еще интересного? Ну, вот тут Grand Starks, он сейчас с тобой в работе стоит. Это последствия лобового удара, сейчас устраняем, сейчас он немножко восстанавливаем геометрию. На левом лонжероне по нему основной удар пришелся. И вот здесь уже новая передняя панель, новые фары лежат, новый усилитель. Нет, здесь сейчас уже, видишь, здесь площадку отсверлили, она была замята и немножко потянули лонжерон. Сейчас уже лонжерон на место встал, сейчас только поправить площадку, приварить обратно. И ставить переднюю панель, выставлять все зазоры и потом уже отдать ее в руки. А где он с легким искупом, в общем-то? Ну, ты знаешь, когда ее привезли, там вся морда вообще страшно лежала практически на земле. У нее же еще морда текстолитовая, пластика. Да, там она из композита сделана тоже здесь. Есть металлические вставки, а так она в основном при ударе сделана для того, чтобы... А Солярис? Раз, вот. Солярис у нас с тобой был. Здесь вот ему... Вот там, да, был замят порог, восстанавливали. Осталось там ее сполоснуть, в принципе, и отдать. Так, пойдем посмотрим, там еще есть пару машинок у нас с тобой в ремонте. Вот еще один Grand Star X приехал у нас на замену цепочек ГРМ. Вот, по цепочкам ГРМ на D4CB. Сколько денег плюс-минус запчастями в D4CB? Так... Недавно вы меня интересовались. Ну, смотри, мы, во-первых, если ставим и ставим свой комплект, это только оригинал. То есть аналоги мы не предлагаем. То есть, если человек настаивает, он привозит свой комплект. И тут, как говорится, на свой страх и риск. Насколько хватит. Хотя, куча примеров, где заканчивалось это плачевно. Смотри, сейчас есть так на вскидку. Значит, работа с нашими запчастями у нас где-то в районе 70 сейчас обходится с оригинальным комплектом. Сюда мы, видишь, закладываем, чтобы тоже многие понимали, что это не только вот сухой комплект. Там цепи, башмаки, натяжители и все. Да, сюда нужно там посчитать сальник коленвала. При замене ГРМ обязательно рекомендуем делать замену масла. Сопутствующим... Мойку радиаторов, если человек давно не обслуживал. Потому что, в любом случае, при замене цепей полностью, как видно, да, разбирается. Плюс замена антифриза тоже можно сделать попутно. И вот это вот все вместе с мелочевкой, да, это обходится, да, согласен, не в маленькие деньги сейчас. Даже по нынешним временам. Но без этого автомобиль долго у тебя исправно ездить не будет. Поэтому экономить как минимум на расходниках тоже не рекомендую. Потому что работа тоже не дешевая. Если экономия там 5-10 тысяч, там даже 15 тысяч рублей, некоторые вообще привозили какие-то комплекты безумно дешевые, то заканчивается это иногда даже обрывом цепочек этих неоригинальных. И человек попадает на еще большие деньги, поэтому... Как состояние было? Да и так вот тут пробег уже 500 тысяч, как бы, и то. Первый раз? Более-менее. Первый раз. Ну, они ходят так-то до 350 спокойно. Ну, слушай, здесь клиент, в принципе, за своей машиной трясется. И, во-первых, он ее не насилует, вовремя все обслуживает. То есть это наш постоянный клиент, который знает, что экономить на своем автомобиле, который, тем более, еще и рабочий, он его не должен подводить и работать, как швейцарские часы. Он никогда не экономит. Ну, и вот результат то, что при таком пробеге только первая замена цепочек. Согласен, согласен. Так, ну, здесь у нас с тобой ТО-шка, в принципе, стандартная. Ничего такого интересного. Так, а здесь у нас тоже Соренто. XM-ка. Немного масла было, да, видимо? Ну, здесь человек приехал, у него был немножко подзабит сажевый фильтр, машина в аварию перешла. Сделали принудительный прожиг. Сейчас вон прожиг прошел удачно, пока будем дальше мониторить состояние сажевого фильтра. А вот вкусной коллектор, если я правильно помню, это в районе 300 тысяч пробега, человек ни разу не обслуживал. Вот сейчас вот сняли коллектор. Давай, а если не помыть, давай. Ну, смотри, какие он, вон. Все, в саже. Плюс еще, вон тут уже от времени видно и прокладка уже начала подсекать. Поэтому на таких пробегах, когда там 300 тысяч, это так... Как отверточкой выковырили, да? Это то, что механически, да, там, условно, пальцы можно было выковырять. Жесть, конечно. Ну да, слушай, как приезжал один в этот, в Долгот, сняли датчик, выкрутили сверху, надул. А там вообще просто даже отвертка не крыкается, насколько плотно было. Да, поэтому все мы пытаемся объяснять, что если вы владеете дизельным автомобилем, многие думают, что, ну, а что там мыть, знаешь, там, считай, там, может быть, развод, там, еще что-то. Там у кого-то есть недоверие к сервисам, типа, да, я ездил там вот сколько лет, и все было хорошо, что там мыть, все нормально. Ну, благо есть вот такие, постоянно сейчас приезжают буквально, ну, наверное, как раз в день, наверное, есть автомобили с такими работами, может быть, раз в два дня, чтобы показать, потому что клиенту, когда вот это вживую показываешь, отношение, конечно, меняется к этой процедуре. Здесь пока люди не видят своими глазами, многие не понимают, насколько там все плохо. Так что, имейте в виду, мы это специально все показываем, чтобы было, не возникало вопросов, да, лучше, как говорится, один раз увидеть своими глазами, чем сто раз услышать. Ну, смотри, наверное, сегодня и все на этом. Так что, если будешь проезжать еще мимо нас, заезжай, пообщаемся, покажем тебе наши машинки. Давай, пока. Продолжение следует...